Ну что с вами, здравствуйте. Сейчас более детально посмотрим этот пляж, как называется Прохоровка. Посмотрю в комментариях, вставлю, погода наладилась и все начинает немножко оживать. Но людей все по-прежнему нет. Это очень-очень замечательно. Давайте начнем с самого начала, как пройти на этот чудо пляжик. Вот мы сейчас видим всю архивку и вот эта тропка, которую я показывал сверху. Ушел дождь и, честно сказать, что-то я ленился спускаться. Сейчас чистый полгода и был, с которым вулон видно. Только единственный такой нюанс. Вчера до реки мы дошли, лудочек на переправе до сих пор нет. То есть если переправляться, то, не знаю, как-то надо по мостику обходить, то есть это немножко подальше будет. Ну вот тропинка, вот люди идут и она выходит к реке Вулон и летом там работают опять же лодочки. Вот сама архивка. А вот пляжик пока, кстати, лежаков нет. Сейчас за ветер, прошу прощения, будет шумновато. Да, даже не знаю, микрофоном я пока петличкой так и не обзавелся. Сейчас сходим на пирс, посмотрим, кто-то просил выйти на пирс. Ну из пирса, в принципе, будет хороший вид на этот пляжик. Тут вот такая стоянка для машин, есть беседочка, можно посидеть, отдохнуть. И подъем. Стоянка для машин, кстати, стоит 100 рублей в час или 500 рублей на весь день. Дорога такая, ну щебеночная, не сказать, не сказать, что она хорошая, но и не сказать, что она хорошая. Камушки покрычу. Вот, слушай, сегодня все открываются. Сезон, можно сказать, только-только начинается. А вот пляжик. Люди все добрые, переживательно настроены. Пирс, что-то, где-то, конструкцию установлено раньше не было. И водичка чистая-чистая. В отличие от городского пляжа. И здесь я еще раз повторю. Вот эта галька, она новозная, то есть она не такая крупная, как, ну как вот здесь. И когда в воду заходишь, там тоже не метра два гальки, а дальше тоже песочек идет. Люди, охотой занимаются. Акул, наверное. Вот так вот выглядит пляжик. Еще раз повторю. Две карты. Мы останавливаемся вот на этой, на первой, потому что, ну, тынты здесь больше нравятся. Там более комфортно можно расположиться. Где-то на днях обещают уже привезти жезлонги. Жезлонги тоже стоят, по-моему, 200 рублей до обеда. А так пока очень тихо, мило и душевно. Ну, из магазинчиков вообще пока ничего не работает. Только вот тут мороженое какое-то. Попить, купить нечего. И поэтому надо брать, наверное, с собой. Ну, по крайней мере, пока нет шезлонгов. Нахождение под тентиком бесплатно. И галечку как-то все перепахали. Сверху казалось, как будто ее выравнивали. А сейчас складывается такое ощущение, что тут уже на машину задержали. Непонятно. То ли ее дополнительно завозили, то ли она, как будто, вывозили. Мне так еще хочется еще раз отметить. Вот, посмотрите, такая чистая вода. Вода просто есть немножечко чистая. И очень спокойная. Еще хочется посоветовать сразу брать с собой, наверное, либо станции, в которых нужно заходить, либо какие-то корововые тапочки, чтобы в этом форме заходить. Потому что, ну, по горьким босиком ходить будет неудобно. Вот. Всем спасибо. Спасибо. Продолжение следует...